В 1999 году я проводил пресс-конференцию в Государственной Думе о взрыве домов. Еще не все в домах взорвал Путин. Ко мне обратились два сотрудника групп. В них были конфликты, насколько я понимаю, между ФСБ, ГРУ. И ГРУ вообще не нравилось то, что делает Путин, они с ним бороться. Они мне сообщили, что он взрыв в домов и заставляют участвовать в этом. И я устроил такое исследование, что поставил написать заявление мне, депутату Госдумы, что они хотят сказать, как это происходило. И они описали, что взрыв в домов готовится. Через некоторое время всем стало это известно за счет взрыва в домов. Но там очень смешно параллельно было. Борис Абрамович Переноский после пресс-конференции в Государственной Думе попросил меня поговорить с ним. Я очень долго объяснял, что я не прав, что Владимир прекрасный человек, что взрывы домов – это все полная ерунда. Я дружил с Сомчаком. То же самое. Сомчак мне говорил. Перестаньте, этого ничего не может быть. Вот прекрасный разведчик был, российский, советский, соборосийский. В частности, эти ребята мне сообщили, что готовится террористический акт на территории Соединенных Штатов. Это сентябрь 1999 года. Вот там участвует какой-то Бен Ладон. Какая-то террористическая новая организация. Бен Ладону тогда никому вообще не было двери. Он был тогда, между прочим, не Бен Ладон, а Бен Ладон. Это неважно. То, значит, эти террористы собираются самолетами гражданскими царпедировать, не подкребаясь, не спьет. Ну, вы в полной вред. Я человек ответственный. Я дружил тогда с послом, посольством. Вот. Я им тут же это дело рассказал. У меня сказали... А как звали посла тогда? Ну, я уже не помню. Не помню. Вот. У меня был политический секретарь, я с ней работал, Сильвия ее звали. Она мне организовала встречу с послом, но самое главное – директора союзния ФБС. Я ему все рассказал. Он сказал, что это не моего возраста. Вы не можете оказаться в Соединенных Штатах в ближайшее время. А у меня все сорвалось с выборами. Я понял, что мне бесполезно участвовать в выборах. Мне предлагали участвовать в какой-то программе Соединенных Штатах в проекте. Ну, я поехал. А губернатор, то есть не губернатор, а конгрессмен Льерка, организовал мне встречу с заместителем директора ФБС. Они приехали ко мне в гостиницу, арендовали подвал, всех выгнали. Я там так еще счастлива оказалась, что при разговоре вот с этими грузниками со мной был один режиссер российский. И он оказался в Вашингтоне в это же время. И я его позвал. Говорю, ну, поддержку. Потому что звучало все это, ну, преном, полным преном. И подкребы, страфизирование гражданскими самолетами. И он тоже приехал. Сказал, что да, он присутствовал на одной встрече. Действительно, ребята, сотрудники ГРУ, депутату Боровому рассказали об этом. Вот. А... И все. Собственно говоря, содержание истории. Я о ней написал по-русски уже несколько раз. Вот. А... А... Ну, в Америке... А, там еще была смешная история. В 2003 году я был на службе в Конгрессе. И председатель комитета по безопасности, Конгресс Курт Вайлдов, я его попросил сделать заправку. В СПС было, была ли у них эта информация. Что они с ней сделали? И ответ был очень формальный, но очень быстрый. Да, информация была, но и из-за несогласованности с СПС-служб использовать правильно эту информацию были в ПАГУ. Да, да, да. К сожалению, это так, да. После этого и было создано... После 11 сентября и было создано единое агентство, которое координирует информацию между разными разведывательными организациями у нас. Потому что они тоже иногда между собой конкурируют и не всегда открывают информацию. Я знаю об этом. Я вам сказать хочу еще одну историю, которая концентуально укладывается даже вот в эту историю про Бен-Ладен и НЛС. Я был здесь на слушаниях три раза. В 2001 году, в 2003, в 2005. В те три... Там слушания были разные. По Коррупции, по Манни Лондон, по Федорковскому, там еще какие-то. В те три раза я доклад вставлял в большой кусок. Ага в рождении в России, вот этой имперской составляющей. И каждый раз это заканчивалось очень интересно. Вот в 2003 году этот самый Курс Велкен прохлопал меня по плечу и сказал, Костя, холодная война закончилась. И какой Путин, нам не страшно. Все хорошо, мы дружим с Россией. Я нанял, сказал он, комитет по безопасности Конгресса США, шесть сотрудников КТБ. И я ему сказал, что Костя, это не ты нанял. Они тебя наняли. Это они наняли тебя для того, чтобы скачивать информацию. Да. Так что... Ну, понятно. Нет, да я... В том же духе. Я думаю, что я выступал, у меня... Я сейчас книгу написал об этом. Я выступал несколько раз перед этими экспертами на ThinkTanks. Вот. Рассказывал им, ну, разные вещи. И каждый раз одна и та же история. Константин, вы не понимаете, это у вас конспирология, что Россия теперь наш друг. Вы ненавидите Россию, мы вас понимаем. Вы там, диссидент исторический, но вообще Россия наш друг. Поэтому не мешайте под ногами, не мешайте нам дружить с великой и доброй Россией. Которая стоит на правильном пути. Да, конечно, я... Она стоит на правильном пути развития. Я вас прекрасно понимаю, понимаю, о чем вы говорите. К сожалению, да, конечно... И я также понимаю, что когда вы это сообщали, это звучало как бред силы и кобылы, потому что когда даже в начале 90-х, в 2000-м году, когда я служил в посольстве в Москве, в американском, то нам приходили письма, люди приходили и выустраивали встречи. Тысячи писем приходило. Я должен был читать их все, ну, потому что они по-русски были написаны. И 90%, 99% это сумасшедшие люди писали. И ты все время его читал. И потом, даже если из тысячи писем попадалось какое-то одно, где ты писал, что ты уже столько читал одни сумасшедшие, что ты казался, что это тоже сумасшедшие. Даже это уже как бы проходило автоматически. Хотя у меня были случаи, когда я пару раз прочел вещи, которые я посчитал, что они серьезные, что они имеют под собой почву. Я служил, когда там был господин Коллинз и когда был посол Пикерин и последний раз я там был, когда там был посол Байерл. Дело в том, что с послом Коллинзом у меня были серьезные проблемы. Я был главным редактором журнала Америка. В это время. И публиковал статьи, так сказать, о демократии, о необходимости развития демократии в России. И довольно резкие статьи. Начинал с возрождения. Вот это ССБ, СССР. И однажды, в 2003 году, когда я вернулся из Соединенных Штатов, мне вдруг сообщили, что размещение рекламы в журнале Америка от него отказались четыре крупнейшие американские фирмы в Москве представительства. Я стал выяснять, и выяснил очень быстро, что посол Коллинз фактически дал указание не поддерживать журнал Америка, потому что сумасшедший главный редактор решает ему развитие дружеских отношений с правительством России. Ну вот, с ПСБ-шниками посолящен. Ну, к тому времени, знаете, время же мы не удумали... Коллинз, я сейчас секундочку, одну фразу скажу. Коллинз был уволен, это мне уже в Конгрессе сказали, был смещен из Москвы с формулировкой за то, что он превратил Спаса-хаус-резиденции в клуб бывших сотрудников КГБ. Ну, вот это мне рассказал один из конгрессменов Комитета по иностранным делам. Если вы будете слушать, что у нас сегодня конгрессмены говорят в Комитетах по иностранным делам, то они, по-моему, сами сотрудники ФСБ. Проблема в том, что... Я сейчас хочу сказать вам, что я служил... Проблема в том, что он действительно превратил Спаса-хаус в клуб бывших сотрудников КГБ. И более того, главному редактору журнала Америка специальным распоряжением посла было, значит, запрещено появляться на приемах. То есть меня перестали приглашать на приемы посольству в тот момент, когда Пикеринг был послом. Когда Пикеринг или Волландс? Волландс или Пикеринг? Да, да, конечно, не Пикеринг. Это я оговорился. Коллинз, конечно, Коллинз. И более того, я вам должен сказать, что Путин никогда не решился бы на захват Крыма после того, как в 2008 году в Грузии его фактически американцы остановили. он бы никогда не решился на захват Крыма в 2014 году, если бы не был уверен в том, что ни Соединенные Штаты, ни НАТО, не будут реагировать на эти его действия. То, что вы говорили про нападение на Нью-Йорк, на Пентагон с самолетами, это понятно, как я уже сказал, в это тогда было очень трудно поверить. Как и в захват Крыма было трудно поверить. Во многие вещи люди просто не хотят верить. Разведывательные органы им иногда очень часто люди дают очень высокую оценку. Там не гениальные люди часто сидят. Насчет посла Коунза я у него служил два раза. Когда он был заместителем у Пикеринга. Первый раз в начале 90-х. И второй раз в 2000-м, когда он уже был послом. Он был человек, очень знающий про Россию. Он много про нее знал. Он правда понимал. Надо также понимать, чтобы вы не обижались. Он выполнял свою задачу. У него было задание, которое он должен был выполнять. Он не был человеком своей воли. Он был служащим. Он был офицером. Ну, на генеральце как генерал. Он был послом, но он должен был исполнять волю президента. Поэтому, да, к сожалению, в 2000-х годах очень многие, включая наши разведывательные органы, включая разных дипломатов, госдепи, которые, к сожалению, очень либерально настроены, очень левацки настроены. Они очень часто принимают форму той страны, где они находятся. Сегодня мы это видим с нашим бывшим послом в Украине, где то, что мы говорим, she went native, она стала очень близко. Сама с украинскими корнями почувствовала, что, видимо, это ее народ, это ее люди, и чуть-чуть забыла, что она американка. Такое бывает. И поэтому, конечно, они могли вас воспринимать немножко как человека эксцентричного, как человека, которого не совсем воспринимают и понимают Россию, как они это понимают и воспринимают, потому что у вас внутренняя обида, вас же обидели в России, вы же диссидентом были, вы же все. А они считают, что они на это смотрят трезво, со стороны, не привзято. И, конечно, когда... Сейчас, сейчас, сейчас. Нет, не знаю, я же вас не перебивал. Поэтому они... Знаете, я вообще-то сам обучен перебивать кого угодно. Это у меня профессия такая была. Вот. Но и поэтому они очень часто так относятся к другим. Потом у нас еще есть в Госдепе, конечно, немножко заносчивость. Они считают, что они умные, образованные, интеллигентные. А там солдафоны разные, зэки разные, там разные бизнесмены. Это все жлобы вокруг них. Опять же, я обобщаю это, обобщаю. Но это был мой опыт работы с посольством. Вопрос по 11 сентября. Вы тогда сказали, что вы говорили с послом Америки, но вы не помните, кто это был тогда. У меня написано очень подробно. Что-что? У меня это очень подробно описано в книге. Послу это посла это вообще тема не касалась. Но это было неинтересно. это по-моему был посол Холландс 11 сентября. Может быть. Но по-моему нет. По-моему 11 сентября нет. Уже приношло всего в 99-м году. ходили к ним и говорили А вот эти ребята из Белару они вам дали же в письменном виде свое заявление, что такое нападение на Соединенные Штаты должно произойти один но называли ли они дату или нет я не знаю. Они дали в письменном виде Юр я это все передал и это не заинтересовало что они дали что они агенты ГРУ там свое имя все это назвали дату когда это будет происходить и кто это будет сделать или они дату они не называли они ее просто не знали они сообщили подробности об окружении Белару и это меня кстати больше заинтересовало чем сам теракт потому что информацию которую я привез ФБР это была информация о том что вместе с Бен Ладеном в подготовке этого теракта принимают участие сотрудники российских спецслужб это ГРУ написало или это вы сказали вот смотрите Юр вы наверное этого не знаете значит сотрудник КГБ или ГРУ или ФСБ они дают подписку о том что они ни под каким видом никогда не будут говорить что они являются сотрудниками КГБ ФСБ ГРУ это информация приравнивается к информации являющейся военной тайной то что касается того что они были сотрудниками это я знал и я об этом сообщил они я был депутатом государственной думы я имел отношение к государственным тайнам для меня эту информацию можно было предоставить вот то что касается этих двоих парней это тоже наверное важная информация один из них погиб в автомобильной катастрофе через два месяца после того как передал эту мне информацию а второй погиб когда я уже был в Соединенных Штатах часть моего предложения для ФБР состояла в том что я предложил их эвакуировать помочь эвакуировать из России вот если им будет предоставлен предоставлен статус я забыл как он называется здесь в Соединенных Штатах статус который позволяет им получить защиту но нет я хочу просто выяснить вы говорите что они в письменном виде дали вам это они в письменном виде сообщили для подготовки террористического акта о том кто руководит этой подготовкой о том кто находится в инициативной группе понятно они ее подписали как кто как васи они ее подписали они ее подписали не могли подписать как полковник ГРУ значит они подписали как Вася Куркин они их вообще не подписали они дали информацию которая не была подписана просто на бумаге написана основная часть вы эту бумагу несете к нашему агенту ФБР посольства да и он ее читает и говорит кто эти люди и вы ему говорите я знаю что это люди из ГРУ нет он тут же говорит что это не мой уровень что эта информация должна быть рассмотрена в центральном ведомстве FBI в Вашингтоне не собираетесь ли вы в Вашингтоне а я как раз собираюсь да я приезжаю в Вашингтон и все им сообщаю кроме формальной информации я сообщаю неформальную информацию которую там которая мне известна я не вам не верю я не знаю они внимательно выслушивают записывают там агентов было человек 15 которые выслушивали эту информацию я позвал свидетеля вот этого я вам говорил режиссера они там был переводчик я попросил переводчика чтобы не было никаких разночтений потому что у меня тогда был приличный английский но переводчик тем не менее не помешал вот они все это выслушали записали сказали спасибо не выразили никакого интереса по поводу программы защиты свидетелей для этих ребят которые как когда я вернулся в Москву где-то там не знаю я был с октября но конца января в феврале я вернулся оказалось что они уже оба погибли ну а вы этим ребятам из ФБР дали имена этих да я этим ребятам из ФБР дал имена этих сотрудников они уже тогда знают что они погибли через пару месяцев после этого вашей встречи нет нет никто никогда больше этим не интересовался в тот момент когда произошел теракт 11 сентября я практически сразу вылетел в Вашингтон вот меня в аэропорту задержали я просидел в аэропорту ясно было что у них там какой-то красный флажочек загорелся я думал что они захотят обсудить какие-то детали а интересно а почему вот ну в принципе я говорил я вот когда посольство служил приходило много писем много людей приходило на встречи 99% это были сумасшедшие иногда затеивалась какая-то может быть и важная информация потому что но в основном это была белиберда и люди придумывали от марсиан до нападений до ядерного атаки на Америку а вы поверили этим ребятам в тот момент это же тоже для вас звучало как бред на Америку нападение на самолетах самого какого-то Ден Ладена КГБ которого звучит конечно если сейчас конечно на это слушать то конечно понятно потому что это произошло но тогда когда этого рассказывают два парня подставляют себя под такой удар и под такую опасность а ради чего они это делают и почему вы им поверили значит первое что я сделал кроме посольства параллельно я обратился в Совет Безопасности России там Березовский был заместителем у нас хорошие отношения были с Борисом Абрамовичем я обратился не по поводу Бен Ладена а по поводу взрывов домов я дал информацию о том что значит эти дома взрывы подготавливались сотрудниками ФСБ вот и этих ребят попросил дать сообщение лично в этом в значит Совете Безопасности один из них отправился в Совет Безопасности и позвонил мне после того как оттуда вышел и сказал что это не Совет Безопасности это теперь подразделение ФСБ это новое явление которое стало проявляться после прихода Путина Путин пытался подчинить себе все спецслужбы ну через ФСБ он был когда-то директором ФСБ через ФСБ он пытался подчинить все спецслужбы и свести их под один орган управления этот орган управления там тогда был Совет Безопасности потом по разным причинам он его ну ослабил так сказать этот Совет Безопасности у меня была понимаете как как депутат и как человек очень непростой у меня была возможность проверять факты любые через спецслужбы через какие-то свои каналы я дружил там скажем с Александром Николаевичем Яковлевым когда на процессе Новодворской вдруг один из свидетелей так сказать экспертов начал нести ерунду и мне показалось странно эта ерунда вот я попросил достать его личное дело это был сотрудник тогда прокуратуры и оказалось что это был в 53 году следователь на процессе врачей понимаете то есть мне удалось тогда вот даже такое достать вот с этими ребятами почему вы поверили этим ребятам потому что я это проверил я вам намекаю на это уже давно я это проверил у меня есть была возможность это проверить они действительно были сотрудниками ГРУ и они не хотели они вам эту информацию сливали потому что они не хотели подкладываться под ФСБ они сливали эту информацию по многим причинам у меня у меня было ощущение тогда что они сливают эту информацию может быть даже по в связи с разрешением руководства ГРУ которое испытывало очень серьезное давление со стороны ФСБ потому что я вам уже об этом говорил потому что ФСБ Путин пытались контролировать все российские спецслужбы в том числе а вы не спросили вопрос а зачем Путину нужно атаковать Нью-Йорк и Пентагон информация о том что Путин атаковать будет Нью-Йорк у меня никогда не было еще раз я люблю очень точность Юра значит у меня была информация о том что подготавливаются неким Бен Ладен и организации которые никому неизвестна была тогда Аль-Каида подготавливаются теракты на территории Соединенных Штатов и что в сотрудничестве с Бен Ладеном участвуют российские спецслужбы а зачем им для чего им это нужно было об этом я пишу книгу о том что воспитание сотрудников КГБ это привитие демонентной ненависти к Западу к демократии к Соединенным Штатам это даже от них не зависит это некоторая такая почти генетическая установка которая получается в результате специфики отбора и тренинга подготовки и после этого когда случилось 11 сентября вы приехали обратно в Соединенные Штаты и сказали я же вас предупреждал нет нет я прилетел в Соединенные Штаты и я был уверен что ФБР захочет подробную информацию и привез эту подробную информацию но интересные защиты собственной жопы оказались для ФБР важнее поэтому меня никто не трогал до 2003 года когда я выступал на слушаниях первый раз или второй раз и рассказывал об этой ситуации мы вместе с председателем комитета по безопасности конгресса попросили у ФБР объяснить почему получали ли они эту информацию они сообщили что да получали но не использовали из-за несогласованности в деятельности спецслужб да потому что другие спецслужбы не подтвердили это плохо это то же самое мы с вами начали говорить про Крым но то же самое мы кричали я кричал я с посольством еще были нормальные отношения я давал информацию самую разную мне отвечали этого быть не может не может этого быть у нас нету никакой подтверждающей информации на следующий день после захвата Крыма протечка о том что решение не замечать вот этих зеленых человечков это политическое было решение а спецслужбы соединенных штатов спецслужбы НАТО СИНКТЭК НАТОвские все все прекрасно знали получается так что у вас было и по 11 сентября информации и по Крыму информации хотя когда уже был Крым то вы уже депутатом не были у меня была информация по 11 сентября это одна история у меня была информация экспертная по возрождению имперской России о чем я докладывал в 2001 в Конгрессе в 2003 в 2005 году меня похлопывали по плечу и говорили что ты сумасшедший правой в России демократия и Путин наш друг и никаким твоим этим но они признали информацию получали но проработали ее недостаточно и не приняли ее всерьез ну это да спецслужбы они не гениальны я думаю что по 11 сентября уже тогда все понятно что господин Бурал Константин сделал свою работу он доложил что все что он знал а спецслужбы будучи спецслужбами проворонили это Субтитры подогнал «Симон»